Сегодня глава администрации Харциско Александр Левченко провел традиционную встречу с журналистами местных СМИ. Одной из первых тем, которую в ходе пресс-конференции затронул градоначальник – ремонт кровли 22-й школы. Родителей учеников беспокоит, что накануне нового учебного года в образовательном учреждении еще не приступили к восстановлению перекрытия над спортивным залом. Продолжать заниматься в таких условиях среди ведер и сырости детям будет невозможно. Работы по подготовке объектов в социальной сфере республики к предстоящему отопительному сезону можно выполнять без предварительных конкурсов. Так называемых тендеров. Достаточно получить лимитные справки, которых, к сожалению, пока нет, сообщил Александр Левченко. Нами запланирован на третий квартал ремонт кровли 22-й школе. На сегодняшний день до сих пор лимита на выполнение этих работ нет. То есть мы запланировали, подготовлена сметная документация. Единственное теперь вопрос финансирования. Я надеюсь, что все-таки эти работы будут профинансированы. Есть основания полагать, что лимитные справки будут выданы в конце текущей недели. Подытожил городоначальник. В целом, лимита по ремонту кровель ждут еще семь учебных учреждений Большого Харциска. Просто не хочу забегать вперед по поводу обещаний, что деньги будут, либо мы сделаем то-то. Мы планируем, мы вносим в бюджетный запрос определенные виды работ. Все, скажем так, упирается в выделение необходимых средств. Мы получили лимитную справку по поводу закупок стиральных машин в детские сады и плиты для приготовления пищи. Это, если не ошибаюсь, 168 тысяч рублей. То есть эти лимиты нам выделены. То есть будут проведены соответствующие конкурсные процедуры. Согласно смете, на ремонт кровли 22-й школы необходима сумма в 1 миллион 250 тысяч рублей. Лето в разгаре. А, как известно, для коммунальщиков это самая напряженная пара года. Нужно быстро и качественно подготовить к холодам объекты социальной сферы и жилой фонд. Например, коммунальные предприятия Иловайска сегодня заняты ремонтом кровель многоэтажек. А чтобы предстоящий отопительный сезон прошел без аварий и срывов, параллельно производят аварийно-восстановительные работы участков водовода и тепломагистрали города. Работы по ремонту и подготовке жилого фонда к осенне-зимнему сезону, по данным Иловайской администрации, сегодня идут с опережением графика. Из 116 многоквартирных домов, которые значатся на балансе местного жилищно-коммунального предприятия, больше половины уже приведены в порядок. На данный месяц мы должны были выйти на 60%. Мы превышаем уже, еще месяц не закончился, мы уже превышаем уже на 61% мы вышли. На этой неделе заканчивают мягкие кровли и переходят на шиферные кровли. То есть мы опережаем дорожную карту, паспорта готовности, дома с паспортами готовности уже есть, уже их более 50% запланировано. То есть по подготовке к зиме мы идем очень даже хорошо. Сейчас водоканал получил гуманитарный материал, это труба большого диаметра, задвижки большого диаметра. Из-за планированного объема работ на 30% уже работы выполнены. Помимо восстановления кровли, а также ремонта внутридомовых коммуникационных сетей, курирует местная администрация и вопрос обеспечения подачи теплоносителя в дома и квартиры лавайчан во время холодов. Теплосеть до конца этого месяца закрывает все свои котельные, то есть уже они тоже идут с опережением графика. У них срок стоит до сентября, по-моему, до конца сентября, но уже в этом месяце они закрывают все свои объекты. Плюс дополнительные, те, которые сейчас им были переданы, это детские сады, школьные котельные и одна котельная с МО-7. Уже в ближайшее время, по словам Сергея Муковнина, в Иловайске также будут завершены работы по подготовке к новому отопительному сезону объектов соцкульт-быта. До окончания приемной кампании в Харцизском технологическом техникуме остается ровно неделя. С 1 июля документы на дневную форму обучения в ХТТ уже подали 108 абитуриентов. Сегодня здесь до 15 августа еще продолжают ждать будущих сварщиков, механиков, электриков и делопроизводителей. Приемная комиссия у нас работает до 15 августа. Мы по госзаказу должны набрать 125 студентов. Из них сейчас у нас набрано 108. Поэтому хотелось бы, конечно, до конца приемной комиссии еще увидеть желающих поступить в наш Харцизский техникум. Сегодня в Харцизском технологическом техникуме есть вся необходимая учебная база, чтобы кроме теоретических знаний студенты могли приобрести и практические навыки. Учащиеся ХТТ активно принимают участие в различных научных конференциях. 80% выпускников этого года защитили свои дипломные работы на отметке «хорошо и отлично» и занимают лидирующие позиции в списках на зачисления в ДонНТУ. Проанализировав те списки, которые наши студенты подавали заявление, и по рейтингам мы увидели, что наши студенты занимают лидирующие места, то есть находятся непосредственно в десятке лучших, то есть по баллам для зачисления. Поэтому считаю, что подготовка в нашем техникуме серьезная ведется, и ребята с удовольствием продолжают обучение в институте, и по крайней мере университет наш, структурой которого мы являемся, это Донецкий национально-технический университет, довольны нашими студентами. Кроме жителей ДНР в рамках реализации гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса, получить среднее профессиональное образование в Харцизском техникуме могут и молодые люди, проживающие на территории временно подконтрольной Украине. У нас есть специальные телефоны, которые размещены на сайте нашего техникума, и мы всегда рады и ждем ребят, которые находятся на данный момент на территории подконтрольной временно Украине. Стоит добавить, что с этого года техникум помимо диплома выдает и свидетельства о присвоении квалификационного разряда по рабочим профессиям. Вчера вечером 37 детей работников предприятия Харцизский трубный завод вернулись из Волоколамского района Московской области. Три недели по приглашению правсоюзной организации из Российской Федерации ребята провели в санаторно-оздоровительном лагере. 24 дня назад мы их отправили всех в Подмосковье на отдых в лагерь 28 панфиловцев по приглашению Московской областной организации правсоюзов для организации детского отдыха для наших детей. Отдохнувших ребят после трехнедельной разлуки ожидали взволнованные родители. Слезы радости и крепкие объятия, долгожданная встреча состоялась, теперь все волнения позади. В семье Можаровых на курорте в Подмосковье побывали их двое детей. Постоянно поддерживаемая связь в телефонном режиме и по скайпу позволила им в полной мере знать о подробностях отдыха своих чат. Впечатления громадные, детям 10 лет были в музее, спецназ, техника МЧС, ощущения, эмоции переполняет. Наше непростое время поехать, дальнюю поездку, это замечательно, неожиданно, но приятно. Несмотря на свою усталость от длительной поездки, ребята с удовольствием поделились своими впечатлениями о жизни в подмосковном детском лагере «28 панфиловцев». После лагеря, конечно, ничего не передать словами, нужно 21 день, чтобы рассказать каждую минуту. Короче, все понравилось. Игры там были, битва хоров была, битва танцев была. Жалко то, что в поход только не ходили. У нас вечером постоянно были дискотеки, мне очень понравилось. Мне очень понравились, там кружки были в 11 часов, ой, в 10 часов. Мы постоянно на умелой ручке, библиотеку ходили, мне очень понравилось. Стоит добавить, что уже сегодня с новыми впечатлениями и эмоциями из оздоровительного лагеря в Янакиево вернулись еще 15 детей работников Харцисского трубного завода. 9 августа 1173 года началось строительство колокольни собора Санта-Мария-Асунта на кафедральной площади города Пиза. С самого начала работа пошла несколько на бекрень, и через 200 лет миру была явлена красивая, но несколько косо стоящая звонница, падающая Пизанскую башню, уже несколько столетий поддерживают землеукрепительные мероприятия, а также тысячи туристов, готовые подставить свои крепкие руки для спасения всемирного культурного наследия. Кстати, завтра в Пизе температура немного за 30, ожидаются небольшие осадки. А вот в Харциске дождя не будет. Температура воздуха 34, влажность 35%, северо-восточный ветер 6-9, в порывах до 13 метров в секунду. Ночью температура воздуха 21 градус, влажность 50%, ветер северо-восточный 5-8 метров в секунду.